Друзья, всем привет! Новый день наконец-то наступил. Мы поехали в Краснодар. Давно уже хотели в этот город попасть. Посмотреть. Будь здоров. Вот ты, братан. Посмотреть, вообще понравится нам тут или нет. Пока у нас такое, знаете, не очень хорошее впечатление от юга. Как-то все так. По-деревенски, что ли? В общем, мне очень нравится. Не знаю, может быть, в Краснодаре будет получше. Мы на это очень-очень сильно надеемся. Краснодар! Краснодар встретил с такой любовью, чисто русской. Я не знаю, мне кажется, мы тут вечно будем стоять. Просто все стоит напрочь. Заехали в Краснодар, оставили тачку на парковке. Это у нас торговый центр. Какой-то там галерея. Я так понял, что это в самом центре, поэтому мы сейчас пройдемся и посмотрим на Краснодар. Настя там в инстуфе или на ваша Настя лайв. Подписывайтесь. Инста? А ваша снимает. Да. Так, мы сейчас идем по улице Красной. Я так понял, это самый центр Краснодара. Типа как улица Комсомольская или Ленина по Перми. Ощущения какие? Сейчас почти час дня. И ощущение, что если ты увидишь на солнце, то ты умрешь не за минуту, а за 30 секунд. О, вот такие ощущения. Шара тут, конечно, вообще просто нереально. Но запаха моря все еще нет в Краснодаре. Да? Она так сильно вклеет. Ахахахаха, кайфов. Это единственное, что спасает. Так прикольно, освежилось все. Поехали. Не хочешь нырнуть? Нырнуть. Мы решили все, пора ехать. Хотя хотели днем походить еще и только к вечеру начать путь. Но ужас. Надо улететь отсюда. Нужно идти на море. Нужно загорать, нужно купаться с сорочинами. Очень понравился нам, в принципе, город, на самом деле. Люди хорошие. Ну, чувствуется какой-то колорит нормально. То есть Тимошевский нам не нравилось. Это все-таки деревня-деревня. Здесь прикольно. Но, конечно, с погодой я не представляю. Тут, получается, ты можешь что-то действовать, какие-то дела делать до 10 утра. И с 6 до 8 вечера, потому что 8 уже темнеет. Все. Все остальные часы – это просто ядерное солнце, которое не дает тебе ничего, по сути, действовать никак. Плюс еще пробки. То есть, когда там утренние часы и вечерние, если на машине действовать, то, опять же, ни черта ты не подействуешь, потому что пробки ацехи. В общем, вот хороший город. Но вот эти вот приколы, это, конечно, не прикольно. Вообще. Ты так, что я постоянно. Заметили, он фразу начинает, говорит, 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 он такой, вот, вот, ну, дальше, 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 вот. Какой хорошенький. Ребятки, сейчас читаю ваши комментарии. И мы как раз сейчас думаем, ехать нам в Анапу или не ехать. И вы пишите, что в Анапу лучше не ехать, едьте в Витязево. В общем, будем следовать вашим рекомендациям. Я как-то раз там сама была в детстве. И, в принципе, мне там понравилось. Потому что там песчаный пляж. И вот сейчас проверим. Сейчас, в общем, туда поедем. Проверим все. Спасибо вам большое, что пишете. Привет. Тут так красиво подъезжать. Паша, можешь окна побывать у Леника. Я, наконец-то, чувствую себя по-другому, чем в Нокру. А? Сейчас помоем? Смотрите, смотрите, просто. Смотрите, вонечка. Горы, смотрите, какое ощущение. Я не знаю, какие вообще ощущения, но я ощущаю, у меня еще постоянно уши закладывать начало. Постоянно меняю по сути, вот, вверх-вниз. Да. Начала дорога вилять, прикольно, мне нравится. Вот эти горы, ощущение адское, интересное. Тебе нравится, когда виляет? Ну, что, давай откроем окна. Давай нет. Давай откроем, понюхаем воздух. Есть уже появился этот запах моря или нет? Мне кажется, это запах пыли бы только, но он. Чувствуешь? Ну, что-то по конец. Немножки заложим. Какой влажный, влажный воздух. Ну, да, да. Да, 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 я тебя остановлюсь, прошу. Все, друзья, подъезжаем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Задолбались, первый выход в море. Вот оно. Вот он, русский юг, ребята. Готовьтесь к такому. Вино, вино, привет! Вино, вино, жареная кукуруза. Ну что, как ощущения? Что-то я думаю, мы в другой город поедем. Не поменять ситуации. Первое впечатление, друзья, мы можем сказать так. Как это? Вот, в принципе, вот так. Короче, мы были только в Египте. И после Египта то, что здесь происходит, то отношения, то вообще вот этот бизнес вокруг. Не знаю, пока что первое впечатление крайне отрицательное. Само море неплохое, они сильно грязные. Конечно, дерьмо по сравнению с тем, что мы видели там опять же. Не знаю, мы сейчас будем думать. У нас есть несколько вариантов. И нужно уже что-то решать. Что, ребятки, мы уехали из Витязева. Короче, мы сейчас были в Витязево, друзья. Мы, получается, рядом с Анапой. Ну, нам сказали бы, Анапу вообще не ссуваться. Там вообще жопа. И по людям, и по морю, да, вроде там. Там мелко. Все это хера. Вот. Ну, друзья, мы сейчас были, получается, несколько километров от Анапы, где вроде как должно быть неплохо. И тут просто жопа. И по людям, и... Там столько людей, там... Там очень много детей, очень мелкое море. И вообще не протолкнуться прям. Мы не захотели там оставаться. И подумали, что едем сейчас до Геленджика. Надеюсь, что мы успеем доехать до него. Ну, смотрите, вообще, что хотим сказать. Только для адекватных людей сейчас говорю. Те, кто неадекватные, потом будут мне что-то писать. Вы меня простите сразу же. Говорю так. Мы бы прямо сейчас уехали бы отсюда нахрен. Уехали бы домой, если бы не одно, но в Сочи. Потому что в Сочи вроде как должны были все сделать. Должно быть все европизировано, красиво. Но все, что происходит здесь, бизнес, общество в целом... Хороший момент, то, что я покупалась в море сегодня. Да, мы побывали сегодня в море. И все, это единственная позитивная вещь, которая произошла, по сути. Давай, Российский. Едем дальше. Едем по шоссе и там справа море. Знаете, как красиво? Да. Жаль только то, что ночью едем. Не видно ничего. Ну, сто огонечки красивые, да? Завтра уже будем ехать тоже по шоссе уже в сторону Сочи. И я думаю, там будет очень красиво. Ребята, короче, доехали до Гилинджика уже. Сейчас смотрим хаты. Объясню. Не хаты. В смысле отелей и номера и так далее. Объясню. Стоимость отеля по нашим, вообще, каким-то там голодым муслям, а именно, учитывая, что мы знаем цену к деньгам, стоимость отеля максимальная 1700 рублей. Если он обычный, если просто поспал и уехал, ничего особенного. Да, если нам только поспать надо. Не отдыхать в смысле. Нашли отель. Пансионат. Строитель. Да. Вот он. Пенсия отдыхает, все дела строит. Даже дома у них даже приошли есть. С бабушками и детушками. Тут, правда, фотографии-то неплохие, но чувствую, что будет там непонятно. 1300 рублей. Вполне себе нормально. Давай заедем и посмотрим, не понравится. Что-то будем спать в машине. Пансионат-Строитель. Мне уже страшно. Короче, мы забудились и попали в какую-то печальную историю. Вы слышите, да, наверное, это? Я это тоже слышу. Уходим отсюда. Мы, кстати, приехали в построитель пансионата. Почти живут вообще без коляску. Покажи мне. Вот как-то так строители. Тут, кстати, строители пансионата что-то не достроили маленько. В общем, как всегда. Мажоры Паши и Настя. Спят в машине. Всем счастья. Дорога лета завтра. Кстати, Геленджик нам понравился. По крайней мере вечерний. Как-то есть ощущение курортного города, симпатичного. Не было ощущения, что... Ну, короче, не знаю. Понравился на днем, посмотрите. Все. Это единственная хорошая новость на сегодня. Всем пока. До завтра.